Доброе утро, друзья! 25 декабря начинает третью серию, посвященную чистке компьютера, в которых всё это не влазит. Опять повторю, резервные диски, дорогучие, закачал, не открылись. Я хочу, чтобы часть материала попала к моим друзьям, прежде чем я их ликвидирую. Пусть это даже будет в виде видеофильма. Поэтому сейчас мы начнём третью серию, зачистим ли сегодня или нет, не знаю. Может быть, будет и четвёртая, и пятая. Я всё делаю экспромтов. Хотя и говорят, что шутливо есть выражение, что экспромт должен быть хорошо подготовлен. На самом деле это не так. Экспромт – это экспромт. Вот. Поехали. Так, прежде чем они исчезнут у меня. А у меня тысячи фотографий, бесчётное количество. Я сейчас разделяю эти для книг, эти для широкого потребления, для интернетовской учёбы. А без этих обойдёмся. Вот. Некоторым цены нет. Ну, поехали. Пока всё подряд. Вот. Итак, я не знаю, кто прислал. А в загрузках это значит, что приходит, и там надо поместить папку загрузки, иначе они просто не открываются. Поместил, открылись, смотрим. Итак, вижу абрикос. Вот они, листики абрикоса. Вижу страшную рану. Так как она у земли, её нельзя назвать солнечным ожогом. Её даже нельзя назвать морозобойной. Скорее всего, это выпривание. Обратите внимание на вот этот вот побег, который ниже, с той стороны, во-первых, от раны. И на уровне раны, значит, это дерево, уже пытаясь, зная, что ему предстоит когда-то умереть, вот, оно выбросило ветку вот ту, что слева. Вот это мы разглядели. Мы разглядели что? Здесь, наверное, это место было разгреблено. Вот. А раз оно было разгреблено, чтобы увидеть эту рану, значит, наверное, здесь была повышенная тень. Отсутствовало проветривание. Так, наверное, снег, это третье. А четвёртое, наверное, это ещё, возможно, этот саженец не годится для каких-то сырых мест. Вот. Тем более, что есть места как будто специально предназначенные для абрикосов. Например, у нас в Хакасии горная местность, у нас есть центры садоводства. Был момент, когда в Черёбушках и в Майне, плюс чуть позже Саиногорск, потом всё это расползлось по окрестным деревням, и ещё дальше, дальше, дальше. На какой-то момент у нас с абрикосов было больше, чем во всей страной России вместе взяты. Наука этого не заметила. Можно было совершить в нескольких направлениях, я специально подчеркиваю, можно было совершить селекцию готового, потому что гигантское количество деревьев абрикосовых, десятки тысяч, это самое малое, никто их не считал, вот, десятки тысяч, а добавьте ещё Абакан и Минусинск, вот, и можно было по нескольким направлениям совершить науки, подчеркиваю, селекцию, в том числе и по выприванию корневой шейки и основанию штампа. Эта работа не была проведена. За это время ареал сократился в 10 раз. Причина научила, всё это шло от науки, я убедился на том, что выпускники Теревизмской Академии ни один, ни два, ни три пропагандируют звериную обрезку, я так называю, после чего деревья болеют, а потом гибнут. Вот, посадка углубления, я показывал, доктор наук, усадит в ямку, ещё делает бордюрщики с умным видом, ну и так далее. Вот, всё осталось там далеко-далеко, и в результате вот я получаю такую фотографию. Я не исключаю, что это рос мой абрикос, а может быть просто пример приведён, но Константинович пригодится для вашей этой концкамеры. Вот, самые дебильные, страшные советы я решил назвать, он с камерой дебильных советов. Всё это впереди ещё будете видеть. Вот сколько причин я назвал. Здесь была совершена ошибка, вот, ну, чека выбора не было. Мои саженцы были посажены, мои, ой, мои косточки были посажены. Где-то это в районе, в районе Балтийского моря. По ту сторону, где эти, Финляндия, Швеция, вот по эту сторону, там, Эстония, Латвия, Литва или Ленинградская область, я уже не помню. Но факт то, что вот так они простояли, ещё на зиму они поневоле засыпались снегом. Вот, всё-таки они не то, что больные, это потерянный год, это потерянное здоровье. Вот, их надо было садить за подлецом земли, а потом выкапать вместе с этими самыми, как, как, этими мешочками. Так, сертификат по Ростёбску с Басом. Смирнова Дарья Ивановна принимала активное участие. Значит, руководитель проекта Скугорева, это, видимо, дети. Смирнова, наверное, Смирнов директор школы. А Смирнова, может, его дочка, может, его жена, может, неважно, главное, вот, фамилия Скугорева, Антонина Ивановна, суперспециалист, единственное, я про неё фильм уже сделал, он вышел у меня на канале, единственный в России человек, который пришёл в школу, вооружённый моими семенами и моими знаниями. Вот, провёл много уроков с детьми, видели бы эти горящие глаза, вместо тупого просиживания, когда учительница, которая это, отдавая отчёт, что научит детей несуществующие ненужными знаниями, дикие непереводимые термины, вот, выходят из класса, выходят из школы ещё более тупые, вот, она решила исправить. Когда-то, если, дай бог, ещё много лет жизни, а может, она доживёт до того, когда ей президент страны вручит государственную премию, а может, не доживёт. Почему? Потому что никто вручать премию таким людям не собирается. Вот так вот. Ну, а сам фильм вы видели, и в многих вебинарах я показывал, рассказывал, показывал фотографии, вот, и даже отдельный фильм снят, он здесь же на канале. Абрикос Левицкого, бай Левицкого, на всякий случай, есть официально сорт бай, вот, а слово Левицкого через тире придумал я, наш садовод Левицкий, садовод-любитель, из посёлка Майна, один из основателей Сарногорского феномена, не поддержанного наукой и потерянного уже наукой. Вот, но память о великом садоводе, я, который один из сортов бай попал в наши края, был им приспособлен, ранирован, переделан. Сейчас мы его переделали дальше, почему? Любой сорт поддаётся изменениям, потому что у него обязательно есть супруг, есть супруги, супруги с помощью опыления, супруги даже вегетативные. Вот сейчас, вот это вот, низ, допустим, и вверх, видите, человек пытается внедрить. Давайте посмотрим, я вижу, что один, одна прививка, вторая прививка, вот эта двойная, вот какая-то одна пойдёт, уже успех. А вот, смотрите, третья, четвёртая, а вот ещё сзади пятая, а перед этим шестая. Вот, это возможность такая, а вот, чем больше прививок, тем больше шансов получить дерево. Почему попадаются иногда такие упрямые подвои, тем более, вот я смотрю и подвои не узнаю. Почему? Сейчас объясню, что будет дальше. Внимание. Вот это вот, то же самое. Что это за дерево, я не знаю. Вот, когда вот такой вот кора, это, может, абрикос и сливая вишня, но чётко видно, что вот эта веточка внедрена абрикосом. Мне такие прививки и нравятся, и не нравятся. Вот. Чем вертикальнее, тем больше шансов получить нормальную ветку, скелетную, мощную. А горизонтальную обычно нет, и потом надо будет изогнуться, расти вверх. Всё, что растёт вверх, жизнеспособно. А здесь получается так. Эта ветка, скелетная, вот эта вот, в неё внедрили. Если побег пойдёт нормально, он очень быстро на второй год заложит плоды и даст возможность убедиться, а то ли железов прислал, а правда ли тут плоды будут 50-80, а может и 100 грамм, а может и больше 100. Это всё до скорейшего, вот такая прививка, она предназначена, видите, на горизонтальной, до скорейшего проявления плодоносности, скажем так. Вот. Ну, пошли дальше. Абрикос королевский. Ну, естественно, раз Сибирь первым был по королевским железам, потом разошлись, даже в Сибири теперь не только у меня есть. Ну, чаще всего королевским называют мошенники. Присылают мои фотографии и так далее. Здесь, обратите внимание, всё-таки мы не просто любопытствовали, а мы с вами учимся. Мы видим дерево в последней стадии болезни. У него полностью уничтожена кора. Оно ещё шевелится, оно ещё живо. Обратите внимание на почки, на абрикосе тут есть, ростовые, цветочки. Вот они крупные, нормальные, культурный абрикос. Посмотрите на вот эти, мельчайшие-мельчайшие почки. Я уже не догадаю, а не на вишню ли она привита, а может быть и на вишню. Как на крайний случай, ну, вишневые деревья в стране вот такие большинство есть, то есть их подвергают бесконечному уничтожению. С любовью, да, берут секатор, пилу, вот, с любовью калечат. Ну, примерно, как людям отрезать пальцы, отрезать уши, нос, вот так вот, с любовью. Думая, что приносит пользу. Например, отрежь нос, и насморка не будет. Вот это уровень современного садовства. И вот получается так, что, судя по почкам, я растерялся. Я даже не понял, на что привитая вишня одна. Она очень напоминает вишню, и дай бог, если это просто возможность, как можно быстрее спасти. А кто знает, может, я последний год занимаюсь этим. Вот я, вы считаете, год проходит, моложе не стал. Год проходит, господи, неужели у меня летом будет 72? До сих пор не поверю, как один день пролетел. Последние 37 лет без выходных, без этого, без отпусков, без курортов, без ничего. Вот, даже во сне работаю. И вот получается, что человек, наверное, не имел возможности привить на нормальный подвой. И привил, скорее всего, на вишню, но не уверен. Кара настолько изувеченный, что ничего не поймешь. И будем надеяться, он просто хочет спасти этот черенок, эти черенки бесценные, назовем их. Дальше идем. Леонид Александрович, Савинич. И вот это вот желание научить ученых всему, интересно, это Калабур, научить ученых. Она доцент, вот, и она где-то, по-моему, в пределах Мичуринска. И там пятидневные курсы, потом сертификат, красота, вот, диплом. И все это надо все усвоить. Мне кажется, надо заранее делать, например, для таких людей, кто бы знал ее поближе, знает, уровень ее знает, знает, что она, это самое, сторонница нового садоводства. Но она должна молчать, иначе ее выплюнуть из этого научного круга, как эту пробку спортшопанскую. Почему? Попробуй скажи, что это. Она же не может, как я, сказать, что Террицкая Академия учит убивать деревья. Это я могу сказать. И вот, понемножку убивая гвозди в крышку гроба, и все равно, в Террицкой, ничего не светит, потому что земля золотая, ее отберут, независимо от того, учат они студентов садить деревья или учат убивать деревья. Вот, подчеркнуть второе. А здесь вот такие направления. Не теряли бы время, сказали бы, Елена Александровна, ты рождена для того, чтобы вырастить уникальный, единственный в стране сад. Для этого есть все предпосылки. Не тратьте время. Вот это пусть занимается, назовем, другое направление. Усейчевых таких, которые всю жизнь просидят в лаборатории, от этого садоводства ни холодно, ни жарко. Почему? Вспомните вы это. Это был бы вечер, я бы сказал, не к ночи будет вспомнятая это самое микроклонирование. Сколько лабораторий дурью мается. И никто им не скажет, что прекратите вы это делать. Я имею в виду древовидные растения, то есть деревья, переделывать, делать овечки доли. И вот когда я вижу это, вот какая она умная, вот она в халате, я думаю, это она теряет время. Вот еще теряет время. Не надо это. Но диплом надо. Так что приходится работать во всех направлениях. Ну я уже догадываюсь, что это. Только вот памяти у меня нет на фамилии. А нет было здесь своей фамилии на века. Эта дама, которую вы сейчас увидите, написала мне. Был сумасшедший урожай, писала фотографии. Вот спросите сейчас, где я буду искать ее сейчас фамилию. Вот она, красавица. Вы знаете, это чудо-женщина. Все это перенесено, в том числе ее фамилии, есть в отдельной папке. Называется «Сады моих друзей». Вот. Ну естественно, что все, что они демонстрируют, вот это редкий снимок, один из сотни, где не мое. Я виноградом не занимаюсь. Потом пошли вот эти фотографии. Это же подряд они в этом, в папке под названием «Загрузки». Очень не знаю. А вот это тоже показывал фильм, отдельный был фильм специально. В этом фильме бабушка и внучок, значит, занимаются сертификацией персиков. Это потомки моих персиков есть, фильмы, где четко сказано, что спасибо, Валерия Константинович, за персики. Вот. И здесь, к сожалению, не видно. Видите, здесь нет. Только одну руку видно, вот. Вот. Но в фильмах вы видели. Я, наверное, неправильно назвал фильм этот. Ну, то есть, они ролики прислали. Это фотографии, а то ролики. И вот самое интересное, что я неправильно обозвал ролики. Надо было назвать. Вот. Книга рекордов Гиннеса отдыхает. Самый юный садовод России и планеты. Тут такой мальчоночек, такой маленький. И все-таки он уже как экскаватор работает. Здорово. Я, когда видел эти ролики, у меня слезы в глазах стояли. Господи, это же все мои духовные дети, внуки. Вот. Вот эту фотографию тоже прислали. Кто-то видел мои фильмы, где я показываю, что деревья занимаются самоспасением, самозащитой. Вот. А те, кто нагребает сюда снег, я считаю, что это абсолютно неправильный прием. Те, кто садит в углубление, то же самое. Дерево. А кто-то, посмотрю мои ролики, уже смотрит другими глазами. Шел себе, шел по лесу, никому не мешал. Взял и сфотографировал. Вот в Лерке. Посмотрите, это вашу коллекцию. Вот. И действительно я добавил в мою коллекцию. Да. Смотрите. Видели? Здесь у меня особая папка, самозащита. Вот. Здесь есть и защита, и самозащита. И вот уже, вот она уже тут. Вот она, видите? Вот. Пожалуйста. Спасибо. Я таким образом пополняю коллекцию. Я не все уничтожаю, как только сейчас грозился. Так. Ну что, пойдем дальше. А где мы были? Ну-ка. А вот тут мы были. Пошли дальше. Вот это вот. Мне не нравится и не нравится. Ну, раз вы представили фотографию вне, сто процентов, что это мои абрикосы. Может быть, манчжурцы. Они уже довольно культурные, видите, по листьям. Это не мелкая ерунда. Вот. Но посажены были на гряду. Все по железу. Есть одно но. Я сейчас не помню. Успел я, это самое, человеку сделать замечание или нет. Нельзя мульчировать. Нельзя. Сгниют основания штамма. Помните самую первую фотографию? Вот это промашка. И такие, вот мульчировать, мульчировать. В последние годы зазвучало так, что слушать страшно. Вот. Мульчируйте что угодно и где угодно. Только корневой шейки оставьте в покое. Вот такое мое соображение. Это другого типа. Если вот это все годится, вот груши вот здесь подвергаются выприванию. И абрикосы. Все остальное можно защитой от, я так понял, от мышей. Но вот посмотрите, видите, тут создаются особые условия. Я такой маленький парничок. Ого, подумал я. Вот. И решил, что это, посоветовать вам абрикосы и груши так не делать. Шансы на гниение шейки повышаются. А так молодец человек спасает от мышей. Вот. Ну посмотрите, красота какая. Спросите меня, от чьей фотографии. Сейчас я не вспомню. Но 100% или это сажение железного Сергея заплодоносил. Три варианта. Или это мой черенок привитый заплодоносил. Или из косточки. Очень много в последнее время выращивают из косточки. Получаются прекрасные плоды. Даже персика. И никаких этих самых выпускниц в Тимиреевске никакие не убедят, что должны вырастить эти самые дички обязательно. Вот. Если видишь перед собой вот это чудо. Вот. Их надо как-то обозвать по-другому. А то у нас шикарное образование. Они стали сказочниками. Они верят в сказки, которые создали предыдущее поколение. Вот. Наивные, невероятные. И называют себя выпускниками города Тимиреевской академии. Нехорошо. Учиться надо. Учиться, учиться. Я говорю, к чему вы научились? Где ваши абрикосы в Москве, в Подмосковье? Вот. Там же рядом, где у вас, где-то одна из воздей Мичуринска. Ну что вы это? Ну попробуйте. Кто-то из выпускников не может вырастить на Кубани. Учиться надо. Как говорил Владимир Владимирович Ленин. Учиться, учиться, учиться. Это касается выпускников Тимиряевки. Переучивайтесь. Иначе вы на обочине и так оказались без садов. А это все мои последователи. А? 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 Это все мои последователи. Красота какая. Вот. А нет. Вот единственный раз ошибся. Это человек, которого я предельно уважаю. Он же писатель. Он садовод. Он спецназовец. Посмотрите на его строгое лицо. Вот. Сек прошел все, как говорится, огни, воды, медные трубы. Вот. Мы с ним подружились. Здесь он живет, ну так, немножко по ту сторону Уральского хребта. Мы с ним проводили конференции, как они там, видеоконференции. Вот. Человек уникальной общительности, потому что он лично знал великого Боднера. Вот. Он знал еще нескольких великих садоводов, которых уже нет в живых. Вот. Уникальный человек. Вот. Он подарил мне книгу. Я от некоторых цитатов книги даже цитировал в открытом доступе, то есть на моих вебинарах. Вот. То есть получается как. Так, еще покажу пару фотографий, смотрите. Вот. Я уже ни при чем. Вот. Вот. Видите? А он еще близок к церковным кругам. Вот. Видите? Церковь и абрикосы. Это его работа. Вот. Я такими людьми горжусь. Горжусь тем, что он меня считает своим другом. Меня это тоже к какой-то степени возвышает, что сам Немытов считает меня своим другом. Вот. Ну вот новая серия начинается. Милая девушка Юлия Матвеева. Господи, если бы вы знали, какое это чудо. Это чудо прожила у меня, не помню, 2-3 недели. Прошла производственную практику. Эту практику признал ее университет в Омске. Это второй и последний случай, когда человек, закончивший университет, умеет прививать, умеет выращивать деревья. И все это благодаря не университету, а именно производственной практике. Знаете, что только достойчивая производственная практика? Это я медлорук проходил. Вот. Шесть часов рабочий день, медный завод. В руках шланг с сжатым воздухом. Шесть часов ходишь. И пыль, это самое, поднимаешь шесть часов. Вот. В наморднике и все. И вся практика. Вот. Это же тема болезненная, ребята, страшно болезненная. Вот. Приходит. А потом я работал на алюминиевом заводе. Вот. Этот самый специалист по промышленной безопасности. Приходят студенты с этого самого, с техниками. У них профессия будущая электро. Их ни один начальник близко к электроустановкам не подпускал. И я тоже. Вот. Никому не нужно, чтобы туда пальцы совал. И выходили они оттуда, ничего не зная и не понимая. А преподавали им женщины, которые сами вызубрили учебник, и когда потом они получали дипломы техникума, они ничего не знали и не умели. Вот такая страшная действительность. А в садоводстве то же самое. Приходит студент у какой-нибудь из уже производственных подразделений, у нас это есть в Минусинске, в Абакане и в Шушинском районе, приходит на производительную практику, ему говорят, вот он тяпка и вперед, это и все знания. А вот эти две девушки, которые, помните, Елена Александровна в белом халате, и вот вторая и последняя, они прошли настоящую учебу. Результат. Внимание. Ну, нет, это, извините, замуж она вышла уже, нет, не на производственной практике, но я все равно поздравляю. Посмотрите, как они улыбаются. Посмотрите на это милое лицо. Посмотрите, вот слева вверху она, а внизу справа ее мама Наташа. Вот. Они вырастили уникальный сад в Омской области. Посмотрите, как интересно это выглядит. Сколько фантазий. Вот. Любуйтесь. Это моя вылочная вещь. Вот. И они уверяют, что она у них еще слаще, а я верю. Вот. И уже начали продавать саженцы, а саженцы у них разбирают. Вот видите, от Сергея Железова. Омск более насыщен желающими совершить чудо уже в своем саду. Вот это я не знаю, вот отсюда. Или это еще продолжение сада семьи Матвеевых, или кто-то другой. Посмотрите внимательно, вы сейчас будете шокированы. Вот. Два плода яблока, да? Вот. Считайте килограмм, безнеский грамм. Да? Чудо. А вот это мне уже напоминает, по-моему, это Архангельская область свиньин. Свиньин. Кажется, кажется, кажется. И вот это мне кажется свинин. А вот это, нет, рекордные яблоки я не помню. Ну, а дальше это один из приморских городов, то есть Дальний Восток, где прямо на улицах растут абрикосы. Пусть же в Дели, но все равно интересно. Вот цветут, украшают город, видите? Вот. А вот это, я считаю так, если это плодовое дерево, если оно было побелено, то дереву был причинен большой вред. Вот все это мое мнение, его не переделать, потому что солнечные лучи, особенно зимой, через белую побелку не проникают внутрь дерева. И дерево замерзает, и начинает, не сразу, но как бы подмерзает, как бы, и ухудшаются условия. Как бы не хотели бы мы бороться с солнечными ожогами, но когда берет осень, и вся зима, они становятся белыми, если это побелка. Я же не помню тему, с которой мне прислали эту. Но вижу, что разрушается кора, и если это действительно побелка, значит, а виновата она. Зимой не должны быть дерева. То, что давайте берись с осени, вот, это страшная вещь, ребята, я вам скажу, страшная. В начале было так. Простая известка, она осыпается, ой, весной бесполезно, давайте берись осенью, она за зиму осыпается. Перешли на краски. И это была самая страшная ошибка, которую можно себе представить. Перешли на краски. Все время, всю зиму миллионы деревьев стоят белые, и мерзнут, мерзнут, мерзнут. Законной природы, в которой проходят школы, в голове они задерживаются, со свистом пролетают, потому что нет практического применения этих знаний. Белый свет отталкивает солнечные лучи. Ну и сейчас, через буквально 40 секунд закончится, сам отключится этот самый, а пока, смотрите, вот, видите, торчит абрикос. Вон, 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 все это вот. И вот это, я считаю, посадка на холм, а вот, по-моему, красиво, здорово. Ничего здорового нет, никаких цветочков. Просто дерн, который, это, вот так, как вокруг, видите, вокруг, это, скошено. Вот так должно быть до самого-самого скелета. Сгниет чертая матерь. Ну вот и все, время закончилось. Я даже не знаю, много ли там осталось фотографий. Ой, нет, надо еще проходить. Ой, не-не-не-не, ребята, будет четвертая серия. Ой-е-е-е, все-все-все, четвертая серия. А пока до свидания, потому что истекает 30-я минута, и он отключается. Субтитры сделал DimaTorzok